Масочный режим в России отменится лишь тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время бессмысленно его продолжать, если люди неправильно носят маски. В самом ли деле они надежны, расскажет эксперт Казанского федерального университета. Я меняю каждый день. Ну, вообще говорят, что нужно чуть ли не через час или даже меньше. Ну, хотя не через час, мне кажется. Собедайте эти правила. Не всегда? Не всегда, да. В течение вообще 30 минут нужно менять ее, в течение часа. Вы соблюдаете эти правила? Нет. Масочный режим, конечно, он очень сильно надоел. Самый надежный способ – это сидеть дома на самоизоляции. Масочный режим начался в мире более полутора лет назад. Однако в большинстве случаев он оказывается неэффективным, поскольку люди неправильно носят маски. Прежде всего, необходимо понимать механизм защиты. Например, стандартная медицинская маска не защищает вас от коронавируса. Она нужна для того, чтобы ее носил больной человек. И если он болен, то она задерживает существенную часть аэрозоля, который этот больной человек выдыхает, выделяет при разговорах, допустим. И таким образом количество вирусных частиц, которые больной человек выделяет, оно значительно снижается. Для тех, кто хочет обезопасить себя, существуют респираторы с клапанами, которые фильтруют вдыхаемый воздух. Но у них есть существенный минус – респираторы не фильтруют выдыхаемый воздух. Поэтому, если вы больны, то значительно повышаются шансы заразить окружающих. Однако, как обычную маску, так и респираторы необходимо регулярно менять. Иначе они рискуют стать дополнительным источником бактерий. Если, как сейчас мы ее видим постоянно, ходят они все черные, измахлившиеся на подбородке, такая маска фактически является атрибутом, неким пропуском, который можно продемонстрировать, чтобы куда-то попасть. Но именно свои роли, как какого-то средства защиты от распространения вирусов или чего угодно, такая маска, естественно, не несет. Таким образом маски нужно не только правильно носить, но и хранить. Носить в кармане или на подбородке их нельзя, а при надевании и снятии необходимо держаться за лямки. Кроме того, носить их рекомендуется не только в помещениях, но и в особых случаях на открытом воздухе. Мы все видим, как, допустим, на каких-то массовых предприятиях, на концертах люди стоят там вплотную дружку, как селедки в банке. Конечно же, когда мы находимся в состоянии такой толпы, даже на открытом воздухе, вероятность заражения значительно повышается. Если это какой-то нормальный режим, мы ходим и в ближайшем пространстве от нас, чем нескольких метров, у людей нет, то, конечно, маска тогда не нужна. Тем не менее, соблюдение масочного режима не гарантирует полной безопасности. Лучшим инструментом в борьбе с вирусом является вакцинация.